Продолжение следует... Продолжение следует... Девушка переживает. Я скажу, что ее волнует. Она говорит, я подала на грин карту, а мне говорят, а где же у вас реальное проживание? Вы же раздельно проживаете, он же там на диплойменте. А вы имеете в виду, что он гражданин Америки? Он гражданин Америки. Как бы раздельным проживанием это будет считаться, потому что физически они не проживают вместе. И одна из вещей, которую миграционная служба должна проверить, это брак реальный или нет. И когда люди живут не вместе, очень сложно определить брак реальный или нет. Поэтому эта ситуация будет зависеть от того, сколько времени они пробыли в браке до того, как он уехал на диплоймент. И в принципе понятен вопрос, потому что девушке нужно получить, скорее всего, разрешение на работу или какие-то документы, пока он отсутствует. В принципе, я бы, наверное, подала документы на воссоединение до того, как он уедет на диплоймент, а собеседование произойдет, когда он вернется. То есть просто будут откладывать дату собеседования. И я думаю, что в этом случае девушки дадут право на работу, подразумевая, что там никаких других нет проблем с этими документами. И все равно должно будет произойти собеседование. То есть, скорее всего, его не отменят, а будут ждать, пока парень вернется. Я бы все-таки подала бы, в этом случае подала бы до его отъезда. Хорошо. А вот такой вопрос. Если семья подавала на гринкарту, так? А дальше, ну мы знаем, бывает, кто-то не хочет ехать, когда уже выиграна. Можно ли при выигрыше идти на собеседование за визой одному? Да, конечно, можно. То есть просто не обязательно, чтобы все ехали. Кто-то может потом доехать позже, то есть как бы join. То есть один человек может уехать раньше, а второй человек или там два человека могут приехать попозже. А на интервью? Или вообще не поехать. А на интервью? Подождите. Вот, допустим, семья. Я не знаю, родители и сын там 20 лет, например. И выиграл папа. И папа не хочет идти на собеседование. Сын, который не выигравший, а член семьи папы, может поехать и получить? Без папы, без мамы. Вот один пошел на интервью и получил. По идее может, потому что... То есть по идее может. То есть ни папа, ни мама не поедут, а сын поедет, да? Да, но речь не о том, чтобы присутствовать на интервью. Знаете что, нужно, скорее всего, писать в посольство и объяснять эту ситуацию, но желательно, чтобы основной заявитель шел на интервью. А те, кто члены его семьи, которые присоединяются к его заявлению, могут ехать или не ехать. Но основной заявитель, это основной заявитель. То есть он должен пройти в первую очередь интервью. То есть фактически в этой ситуации им надо просто, чтобы заявитель пришел с ними, а дальше может и не ехать. То есть въехать в страну они могут и без него. Как можно на легальном основании, имея непогашенную судимость или условный срок, попасть в США, чтобы потом подать уже там на политическое убежище? Я думаю, что просто вопрос можно ограничить местом попасть в США. Потому что если у него судимость, он может попав в США подать или не подать на политическое убежище. Но вот у него... Тогда знаете что? Может быть два вопроса. Первый вопрос. Не помешает ли этому попасть в США? Второй вопрос. Если он подаст на политическое убежище, насколько скажется вот эта вот судимость, погашенная там или условная, на то, что он получит политическое убежище? Вот я бы на два вопроса разбил. Сложнее всего получить визу. То есть физически въехать в Штаты, имея судимость. Потому что, с одной стороны, этот факт могут не проверить. С другой стороны, если вы соврёте, а потом этот факт проявит себя в Штатах, то вас ещё кроме судимости обвинят в том, что вы обманывали. Самое тяжёлое — это именно физически попасть в Штаты и при этом максимально не обманывать. Очень важно узнать, по какой статье была эта судимость. Потому что есть нарушения, которые не препятствуют иммиграции и не препятствуют депортации. Только есть определённые нарушения, которые по определению считаются как-то морально очень плохими нарушениями. Хотя, по идее, все нарушения плохие. Но есть такие, которые обижают мораль, а есть, которые не обижают мораль с иммиграционной точки зрения. Поэтому, если у вас нарушение, которое не считается, по-английски это называется «crime of moral turpitude», тогда у вас не должно быть проблемы, даже если вы имеете эту непогашенную судимость, получить визу. Поэтому лучше всего, конечно, понять, что это за нарушение, проконсультироваться с адвокатом, посмотреть. Иногда вас могли обвинить по одной статье, а потом можно при переговорах с другой стороной, противоположной, договориться, чтобы вас обвинили или наказали совсем по другой статье, которая не будет препятствовать иммиграции. Это уже тонкий ход такой. А вот насчёт морал, я понимаю, что насильственные действия, это понятно. А вот, допустим, он там, я не знаю, мошенничество такое, там, не знаю, там, медное кольцо за золотое продал. Но вообще обман считается как бы вот моральным таким нарушением. То есть есть определённые списки этих нарушений, и нужно смотреть конкретно, как бы, в чём обвиняют. Понял. Хорошо. Пишет человек, родители находятся в процессе получения грин-карты по воссоединению семьи. Родители. После того, как они её получат и приедут в Америку, знаю, что существует возможность уже родителям начать процесс по воссоединению семьи с другими детьми. Я понял, к чему вопрос. То есть, должны они ждать гражданство, или они могут раньше, но вот давайте зачитаем. Через какое время они могут начать процесс по воссоединению, имея грин-карту, а не американский паспорт? Какие есть ограничения для детей, которых они будут воссоединять? Какие сроки рассмотрения? Ну вот, через какое время они могут начать воссоединение, процесс с грин-карты на руках? Если они получили грин-карту на руки, они могут сразу начать процесс воссоединения с неженатыми детьми. То есть, это не важно, дети старше 21 года или младше 21 года. Дети должны быть не в браке. Причём, интересный есть момент, дети могут быть разведёнными и даже могут иметь своих детей, и родители, которые только получили грин-карт, могут подать на них на воссоединение семьи. Но если дети женаты, тогда родители должны дождаться гражданства. Только тогда подать на воссоединение семьи. А сколько времени займёт? Если дети не женаты младше, чем 21 год, тогда примерно полтора года занимает воссоединение. Может быть, два года. То есть, это очень быстро? Да, это очень быстро. Но если дети старше 21 года, это занимает где-то несколько лет, то есть, это может от трёх до пяти лет занять. Если дети женаты, тогда всё, надо ждать гражданства пять лет. А потом ещё где-то лет пять-семь минимум, пока воссоединишься с женатыми детьми. Слушай, так это проще развестись, воссоединиться и снова жениться, чем вот так ждать-то? Ну, поеди. Многие так делают. Полтора-два года – это только дети до 21 года, которые не женаты. Вообще, такие правила, они просто толкают людей на всякие обходные пути. На всякие нарушения, потому что это абсолютно нелогическая система. Потому что, когда дети вызывают родителей, родители могут в течение года приехать к детям, у которых гражданство. А в обратную сторону абсолютно то же воссоединение, только в семь раз или в десять раз дольше. Так, а на самом деле к гражданину может приехать мама, и тут же на месте ей начнут это всё делать, и вообще ждать не надо, ну там полгода сколько занимает. Вы имеете в виду, если бы мама приехала в гости и осталась? Да, попросила там. Желательно, чтобы она подождала несколько месяцев, чтобы её не обвинили в неправильном использовании гостевой визы. Но по идее, да, это гораздо проще делать на месте, и это занимает в два раза меньше времени.